Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 октября. У нас наступила зима, минус 1 на термометре, засыпала всех снегом. И именно сегодня все мои испытания от Чудо-теплицы и Агросчета, конечно, придется прекратить, потому что мне нужно снимать вот эти чехлы. Я сейчас, сейчас вот 8 утра, очень холодно еще что-то здесь делать. Я сейчас уйду домой, а днем будет, когда немножко потеплее, я приду, подниму вот этот полок и соберу последние плоды, перца какие-то там остались, и расскажу вам, как, насколько защищает вот это вот сооружение наши перчики, доспели ли они, и вообще расскажу все о ситуации, как чувствуют себя растения в Агросчете при таких вот экстремальных условиях. Это уже действительно экстрим, когда минус 4, минус 3 ночью, и снегом все завалено. Подождав несколько дней, когда снег растает, ну, короче, так получилось, один снег таял, другой наваливал, следующий таял, следующий наваливал. Сегодня вот 10 октября, я выбрала момент, ну, правда, крупа летит, но все равно выбрала момент хотя бы, когда нет толстого слоя снега, и сегодня мы будем собирать вот эти вот пологи от этого и от чудо-теплицы, и от Агросчета. И сейчас мы откроем, я не открывала вот последнюю неделю, потому что было очень холодно, сейчас убираем все эти вот, которые держат, откроем, и я посмотрю там, какой перец. Конечно, ожидать такого бодрого, хорошо растущего перца не стоит. У нас сибирский регион, у нас 10 октября, и у нас минус 4, минус 5 ночные температуры сегодня встали, все лужи замерзшие, ясно, что ничего живого там уже не осталось. Но все-таки, посмотрев на то, в каком состоянии у нас растение там, можно будет сделать вывод, насколько предохраняет вот это укрытие их. Вот я сейчас откинула это укрытие, и, кстати, хочу сказать, что состояние растений разное. Если те растения, которые вот у самого края, вот видите, попало листьям вот здесь, здесь, вероятно, лежал снег на этой пленке, было холодно, и вот там с края, они как бы обваренные, но это видно, что мороз. А те, которые находятся более в центральной части, даже листья, они замерзшие, и это сразу видно, что была разность температур, что здесь им было потеплее. Но мне-то, главное, важно не только листья, мне важно плоды. Вот там, даже там, где плоды, эти листья приморожены, плоды целые и не подмерзшие, потому что подмерзшие плоды, какие я знаю, они делаются прозрачными. Вот сейчас я сниму все перцы, которые остались, и в конце вот этого видеоролика, сейчас сначала поработаю, я вам покажу качество плодов. Но хочу сказать, что перец оставляла весь зеленый, сейчас он на 50% поспел. И поспел хорошо, равномерно, стручки хорошие, и этот урожай пригоден в пищу. Вот можно завтра или послезавтра его пофаршировать. Вот такой у нас перец вырос в агро-щите до 10 октября. Помощница моя. Конечно, в обычных условиях мне никогда не пришло бы даже в голову до 10 октября ждать, когда снег растает, оставлять перцы вот эти бедные. Тут хотела вам показать весь урожай, но невозможно. Собака ворует эти перчины, убегает, как мячиками ими играет. То, что я вот это делала так поздно, вот снег идет, а я перец срываю, это, конечно, только эксперимент. Это вот показать вот этот агро-щит, насколько он защищает. Вот мое мнение такое, что если бы я накрыла еще пленкой сверху, если бы я создала там такой микроклимат и парниковый эффект, могли бы они еще, наверное, полмесяца расти, многократные заморозки, минус три, минус четыре, ночные перцы пережили. И если в некоторых кустах подмерзли листики, то перчины все здоровые, все крепкие и сочные, перец не замерз вообще. И, как я уже говорю, даже созрел. И вот этот перец, который в зеленом виде, я оставляла, смотрите, он какой стал яркий, красочный. А если подсмотреть предыдущее видео, наверное, месяц назад, Мэри, больно же, то вы увидите, что перчинки оставались только зеленые. Все спелые я убирала. Ну ты что за помощница такая? Ты разве помощница? Ты разрушительница. У нас выросла Мэри такая, что я здесь справиться не могу. Такая малышка, пятимесячная, под 30 килограмм, и хочет везде, во всех процессах принять участие. Ну все, снег идет. Сейчас быстренько соберем вот эти вот перчики. Будем собирать тряпку, вот эту полок. Я буду его стирать. У нас очень холодно. Температура около нуля. И в огороде, конечно, работать неохота. Если бы я не обещала вам показать результат вот эксперимента, то есть позднего выращивания вот в агрощите перчиков, я бы, конечно, сегодня сюда и не пошла. Я, видите, я в зимней куртке с механом воротяком. Очень холодно. Ой, тут еще оператора загрызают. Уйди, Мэри, по-хорошему. Все. Вот такой урожай мы с Мэри собрали. Перчины все целые. Нет ни гнилых, ни каких-то больных. Но удивление. Не знаю, как успокоить свою хозяйку и твоих помощниц. Вот смотрите. И главное, что некоторые перчины, я оставляла, они были небольшие. Они доросли до таких огромных размеров. Вот моя рука. Да уйди ты, ради бога. Ну, Мэри, вот моя рука. Ну, короче, все бесполезно. Она отоберет сейчас. И перчины здоровые выросли. Были хотя маленькие. Значит, они, все-таки там им было... Иди вот, что там делает деда. Значит, были здесь условия вполне приемлемые для роста. И еще как-то очень хорошо выстрели некоторые. Что точно я решила и буду их фаршировать. Все. Почему стала сейчас убирать? Потому что дальше смысла уже нет держать. Вот видите, написано 9 октября. Минус 3 ночи. Ну, при минус 3 растения уже не растут. И хотя указывается днем плюс 3, иногда бывает так холодно. Вот я вам говорила, когда я утром вышла, говорила, что около 0 градусов. Сейчас показывает вот в 12 часов к обеду уже плюс 2. Но смотрите, здесь рядом же написано, что ощущается, как минус 4. Ветер и очень-очень холодно. Для чего я вам это показываю? Как раз для того, чтобы никто не подумал, что это голословно, что на самом деле у нас тепло. Вроде бы вот я вышла, 3 дня 4 было, мы были под сугробами полностью. Сейчас сугробы растаяли, я вроде как, получается, что я выковыриваю этот перец из-под сугробов. Но так и действительно, потому что снег лежал 3 или 4 дня. Ну, я не считала сколько. И сейчас на улице так холодно, пронзительный ветер. Вот я пока снимала, рука чуть не примерзла к камеру, не действительно ощущается, как минус 4. А на самом деле воздух прогрелся до плюс 2. Но я думаю, растениям от этого не легче. Поэтому я вот сегодня, 10 октября, этот эксперимент заканчиваю и выводы свои. Сейчас я вам все расскажу. Выводы за этот год. Так как таким парником я первый раз пользуюсь, первый год у меня, я обо всем снимала видео. И как распаковывали, как собирали, как у меня там я высаживала. Но из-за нехватки времени я не могу вырезать куски со старых видео, монтировать, составлять общий фильм. Я вот сейчас вам покажу, что все, о каждом этапе у меня было снято. И как он приехал ко мне. Вот видите, такие маленькие перчики были. Потом, как я высаживала, показывала, по-моему, вот это я уже показывала 2 недели назад, как я заглядывала. Еще не было снега, но уже было холодно, когда я закрыла. Ну и, конечно, вот уже закрыто, это было в середине сентября, по-моему. И, конечно, сегодняшнее видео сейчас покажу и все. Остальное, если кого-то интересует эта тема, смотрите по ссылкам, все ссылки я выложу. Ну и вот эти итоговые видео, которые я сделала сегодня, если честно, до сегодняшнего дня, пока я не открыла этот полок, я думала, что там вообще все замерзло. Ну, потому что под снегом лежало несколько дней, но это было, это действительно открытие этого года. Даже когда они были на улице, такие грязненькие, чумазенькие, я сильно не, как, в полной мере не, ну, короче, не поняла. И только, когда я их помыла и положила на стол, увидела, какие они без брака, отличные плоды, отменные перцы. Потом я и завешивала, вот это отдельное видео будет, я кушала, сочные, ароматные, особенно те, которые созрели, я завешала, но эти уже после того, как я жопку вырезала, короче, около 300 грамм весом наросли перцы. Это действительно, вот этот ограсчит, для меня нынче было открытие этого года, и я, конечно, мой вывод такой, вот такими всеми приспособлениями нужно, конечно, пользоваться, нужно пользоваться всеми вот этими научными, кто ученые для нас, для садоводов делает, пробовать. Я осталась очень довольна, вот этот урожай, я никогда не получила бы, если бы не было этого агросчета. Ну, еще раз говорю, не обязательно они должны быть магазинные, можно делать самодельные, но укрытия, конечно, вот мне нынче помогли, смотрите, какая красота. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. В следующем, я вот сейчас отогрелась, сняла еще одно видео, в следующем видео, я расскажу поподробнее про плоды, про вкус, про все состояние их. Ну, а это пока все, до свидания.